Дима, позови Владимира Зайцева. Дима, пожалуйста, позови Владимира Зайцева. Дима, а где Владимир Зайцев? Дима, почему нет Владимира Зайцева? Дима, позови, пожалуйста, Владимира Зайцева. Дима, Дима, пожалуйста, позови Владимира Зайцева. Где же Владимир Зайцев? Фу, отписка от канала, говно, говно, отписываюсь от этого канала. Где Владимир Зайцев? Мы ждем только Владимира Зайцева. Ничего больше не интересно, только Владимир Зайцев. Владимир, здравствуйте. Я больше так не могу. Время пришло. Прорывы в биотехнологиях и IT позволят нам управлять нашим внутренним миром, проектировать и производить живые организмы. Друзья, я выполнил обещание и покажу вам мастера за работой уже в следующем видео на канале. Но и от вас я жду хорошей поддержки. Давайте наберем 30 тысяч лайков под этим видео, а мы это можем. И я не заставлю вас долго ждать. Приятного просмотра. Зачем ты притащил меня в кафе, Брайан? Доминик арестует. А может и того хуже. А может и того хуже. Держись от него подальше. Целее будешь. Это все, что ты скажешь спустя пять лет? Я виноват перед тобой. Не очень жаль. Но пришлось выбирать. Мне тоже жаль, Брайан. Я лгал тебя. Я лгал Доминику, лгал всем. Это я умею. Не зря же меня взяли в ФБР. Ты спросила, почему я отпустил дома? Наверное, в тот момент. Я уважал его больше, чем себя. Да. Благодаря ему я понял, что ничего нет важнее, чем личный кодекс. Чем твой кодекс, Брайан? Покажет жизнь. Тебя везде ищут. А я здесь. Вижу, ты идешь в ногу со временем. Стукач стал фанатом тачек. Я еду с тобой. Я не планировал сдавать их вам. Я знаю. Вы с Мией идите на юг, а я их уведу за собой. Нет, Доминик. Он прав. Сейчас нам повезло, а повезет ли в другой раз? Я беременна. Однажды я уже потеряла семью. Это шутка. Никогда еще не видел сестру такой счастливой. Мы свободны. Я хочу еще разок рвануть. Да? Да. Ни ставок, ни других участников, лишь мы с тобой один на один. А такая? Да. Весь в меня. А как самолетик летает? Смотри. Дядя Доминик приехал. Ты представляешь? Помашешь ему? Привет. Здорово, дядя Доминик. Здорово, дядя. Ты рад его видеть? М? С малолетства впариваешь ему иностранные тачки? Скажи, ничего мне папа не впаривает. Он сам ее выбрал. Понятно, что он у Коннор. Вот только смотри, что я привез, Джек. Как странно, да? Что странно? Нет, ну правда, у нас все есть. Вон даже пиво с барбекю. Но вот только... Не чувствую я себя здесь как дома. Может, это потому, что... Чтобы начать ценить какие-то вещи, нужно их лишиться? Не знаю. Дома, наверное, теперь все... Почти. Дома теперь, наверное, совсем все иначе. Приедем, не узнаем. Да. Иначе, как злой шуткой судьбы, близкие актеры его гибель назвать не могут. Человек, который стал знаменит благодаря роли в фильме про автогонки, снимался без каскадера, погиб в ДТП. Звезда «Форсажа» Пол Уокер в своем последнем заезде был пассажиром. Вот молодец, поймал? Да. Отлично. Отлично. А мы и не прощаемся. Когда и как вы узнали о смерти Пола Уокера? И какие у вас были на тот момент ощущения, чувства? Ну, вообще, так сказать, с другой стороны, какое мы имеем отношение, но так, серьезно, если подходить, без всяких сантиментов. Мы сделали, озвучили, и все. А так на студии было, ну, так, жалко было. Ну, конечно. Все так очень, знаешь, так, ну, когда записали, все так, еще этот финал такой, этот, очень трогательный. Ой, да. Как они разъезжаются. Что, хотел уехать не попрощавшись? Ха-ха-ха. Ты всегда будешь со мной. И всегда будешь моим братом. Посвящается Полу. Субтитры создавал DimaTorzok